Аполлон-Сатурн-Виз отмевает любой корабль, когда-либо запущенный в космос Соединенными Штатами. Его высота составляет 364 фута, он такой же высокий, как 30-этажное здание, выше Статуи Свободы. Полностью заправленный и готовый к запуску, этот космический корабль будет весить более чем на 3 тонны больше, чем эсминец военно-морского флота. Миссия «Аполлон-4» ознаменовала первое оперативное использование стартового комплекса 39-го корабля «Сатурн-Виз», которое когда-нибудь доставит трех американцев на Луну. «Сатурн-5» — это три огромные секции или ступени с ракетным двигателем в одном транспортном средстве. Первая ступень высотой 138 футов обеспечит начальную тягу в 7,5 миллионов фунтов, чтобы поднять 6,220 фунтовую машину с площадки на высоту примерно 38 миль. Пять гигантских ракетных двигателей F-1 обеспечивают первую ступень Сатурна мощностью, почти в пять раз превышающей мощность любой ракеты-носителя, когда-либо запущенной Соединенными Штатами. «Аполлон-4» также ознаменует первый полет этой второй ступени высотой 82 фута — «Сатурн-С-2». Вторая ступень должна была гореть 6,1 минуты, чтобы произвести 1 миллион фунтов тяги. Пять ракетных двигателей J-2 будут использовать более трети миллиона галлонов жидкого водорода и жидкого кислорода, вместе взятых за 6 минут разгона второй ступени. Они будут выдавать более 1 миллиона фунтов тяги. Это будет новое расширение летных испытаний для третьей ступени Сатурн-Ви-С-4Б. Третья ступень после завершения двух витков должна была включиться во второй раз, чтобы вывести Аполлон на эллиптическую орбиту с апогеем 11,4 мили. Приборный блок, построенный IBM в Центре космических полетов имени Маршалла в Хансвилле, штат Алабама, соединен с верхней частью третьей ступени и подает все сигналы наведения и управления для трех ступеней Сатурна. Это командный модуль космического корабля Аполлон-17. Это было подготовлено для первого Сатурна-5. Вместо астронавтов на этом космическом корабле установлен программатор управления полетом, серия черных ящиков, которые могут принимать сигналы и инициировать команды для наведения, для движения и для множества других задач, которые должны выполняться системами космического корабля во время сложных испытаний Аполлона-4. Во всех остальных отношениях это будет полноценный космический корабль Аполлон. Командный модуль соединен с цилиндрическим служебным модулем, который обеспечит ракетную энергию для космического корабля после того, как он отделится от ускорителей. Мистер Глен Лани будет руководить полетом 4-го Аполлона. Здесь он описывает этапы миссии. Первым и очевидным будет этап запуска с мыса Кеннеди. Там три ступени Сатурна-Ви будут последовательно зажигаться на пути к выводу космического корабля на орбиту в 100 морских милях над Землей. В течение периода околоземной орбиты, который длится около двух оборотов или трех часов, оба аппарата работают относительно тихо, и на этапах не происходит никакой реальной активности. Однако в конце этого периода мы готовим третью ступень Сатурн-Ви к ее перезапуску. Это ожог, который будет имитировать ожог. Мы в конце концов сделаем инъекцию космическому кораблю на пути к Луне. Этот период горения приходится примерно на три часа над Соединенными Штатами. За этим последует очень небольшое возгорание ракетного двигателя космического корабля, служебного двигательного двигателя. Этот ожог будет небольшим, всего около 15 секунд. После того времени, когда мы поднимались по инерции до апогея примерно в 10 морских милях над Землей, оба транспортных средства снова стали относительно тихими в конце этого прибрежного периода. На обратном пути космический корабль снова будет подготовлен к большому запуску двигателя служебной тяги, который займет порядка 4,5 минут. Этот большой ожог создаст условия для возвращения в атмосферу, которые очень похожи на условия, с которыми мы столкнемся, когда вернемся с Луной. Начальная фаза этого полета тоже интересна, хотя мы не будем следить за ней в режиме реального времени из центра управления. Интересна тем, что это будет дальность около двух миль и очень высокие условия входа, о которых я говорил. Фаза восстановления также будет интересна для нас, потому что это доказательство пудинга в полете и будет проводиться в Тихом океане, примерно в 500 милях к северо-западу от Гавайев. Три ступени транспортного средства прошли тщательную проверку в здании сборки транспортных средств, прежде чем их установили на мобильной пусковой установке в Хайбей. Номер один, Аполлон-4, был первой летной версией Сатурна-Ви, которая была установлена в этом здании. Перед сборкой космический корабль Аполлон прошел тщательную автоматическую проверку и испытания в здании управления пилотируемыми космическими аппаратами Кеннеди. Затем его перевезли в сборочный цех и соединили с ракетой-носителем. Космический корабль Аполлон для этого испытания состоял из оперативного, командного и сервисного модулей и стандартного лунного модуля. Аполлон-Сатурн-Ви был подвергнут электронным и механическим проверкам в верхнем отсеке. Испытания контролировались и контролировались в центре управления запуском, примыкающем к зданию сборки транспортных средств. По завершении проверки веб-система аварийного выхода была установлена на верхней части космического корабля Аполлоу для завершения настройки. Все огромные лунные пусковые установки в космическом центре Кеннеди были готовы к их первому испытанию. Самый большой транспортер в мире доставит гигантские лунные ракеты на стартовую площадку. После пятиградусного подъема на вершину площадки транспортер переместил мобильную пусковую установку и огромную ракету на место на стартовой площадке. Затем структура мобильной службы была перенесена на площадку. Пять круглых платформ на этой конструкции обеспечивают доступ к космическому кораблю для окончательной проверки и обслуживания. Из центра управления запуском был проведен ряд важных предстартовых испытаний. Демонстрационный тест обратного отсчета, полная генеральная репетиция обратного отсчета 83-часового полета, включая заправку топливом всех ступеней ракеты-носителей космического корабля, начался в конце сентября. Во время демонстрационного подсчета, на завершение которого потребовалось почти две недели, было обнаружено и исправлено несколько проблем. Проверка готовности к полету включала в себя подключение к центру пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне, откуда управлялся полет Аполлона-4. Когда тестирование площадки было завершено, дата запуска Аполлона-4 была назначена на 7 ноября. Шестичасовое окно запуска открылось примерно в 7 утра в течение длительного количества дней. Однако незначительные эксплуатационные проблемы задержали начало 49-часового обратного отсчета терминала до 6 ноября. Как только начался обратный отсчет, обратный отсчет прошел гладко, и во второй половине дня 8 ноября, транспортер переместил мобильную служебную конструкцию с площадки на ее стоянку. Служебное оружие, которое доставляет топливо, энергию и линии связи к Аполлону-Сатурн, оставалось прикрепленным к транспортному средству до старта. За жалюзийными окнами Центра управления запуском, команда запуска Космического центра Кеннеди обслуживала консоли, самописцы и оборудование. Постоянно меняющееся отображение информации подтвердило, что обратный отсчет идет по плану. С приближением ночи началась загрузка топлива. Более 1 миллиона галлонов топлива, включая 450 галлонов жидкого кислорода и 300 галлонов жидкого водорода, было закачано в три ступени ракеты Сэттерн-Ви, направляющей полет к командному полету. Тунельное охлаждение, внутреннее охлаждение С-103 блокирует это давление. 9 ноября 1967 года, обратный отсчет для миссии Аполлон-4 был на заключительном этапе. Последние часы обратного отсчета прошли без сучка и задоринки. Не было никаких трюмов, кроме тех, которые были запланированы заранее. 4 пятерки. М. Время Тихоокеанского побережья стартовало, сопровождаемое радостными возгласами ожидающего мира. 10-9. Последовательность зажигания. Старт. 5-4. У нас есть зажигание. Детектор зажигания. Все двигатели работают. У нас взлет. У нас взлет. В 7 утра по восточному стандартному времени. При старте пять огромных двигателей Ракет Дайн первой ступени развивают тягу в 7,50 фунтов. Вид этого потрясающего ракетного аппарата, за которым веером тянется яркий столб пламени, проносящийся по раннему утреннему небу на пути к тому, что должно было быть названо почти стопроцентным успехом в этом его первом полете. Это картина, которую мир не скоро забудет. Кондуктор-испытатель сообщил, что все выглядит хорошо, и он никогда не был более прав. Так все и было задумано, и так все и шло. Прямой как стрела. Аполлон-4 держал курс, когда он с грохотом мчался в космос. Легенды все еще ходят в флайт. Мы получаем данные, чтобы заставить тебя посмотреть. 25 Mark 25 Roger GNC. Как дела? Отправляйся в полет, ЭКОМ. Отправляйся в полет, ракета-носитель. На этот раз хорошо. Статус для постановки ракеты-носителя. Лети в Фидо. Используй все источники, не так ли? Рейс РС. Нет зеленого доджера, зеленый, заходи на борт и взрывай его. Так это твой бустер. На протяжении всего этапа запуска миссии Saturn V, самая сложная из всех американских ракет-носителей, работала безупречно. Отдавая дань уважения Центру космических полетов имени Маршалла, ответственному за его проектирование и строительство. Это сгоревшая первая ступень, отделяющаяся при сбросе за борт, чтобы упасть обратно в космос. Свою работу выполнил успешно. На данный момент миссия теперь зависела от идеального функционирования S2, и это было представление с картинками из книжки. Пять двигателей Ракет Дайн Джейту включились и увеличили скорость автомобиля до более чем 15 миль в час. То, что ты сейчас смотришь, это отделение и выброс за борт кормовой внутренней сцены, записанные на то, что можно считать одними из самых сенсационно красивых кадров фильма, когда-либо снятых. Показанные в анимации. Второй этап прошел идеально более 6 минут. Источник серьезных проблем в развитии, ступень подняла Аполлон-4 на высоту более 100 миль. Как и первая стадия, вторая стадия прервалась и отделилась почти точно по расписанию. После горения второй ступени, длившегося более 6 минут, космический корабль находился на высоте более 100 миль. Затем третья ступень вывела оставшиеся 140 тонн, самую тяжелую полезную нагрузку, когда-либо запущенную, на парковочную орбиту высотой 118 миль. После двух витков третья ступень снова включилась, чтобы вывести Аполлон на предварительную эллиптическую орбиту. Через 5 минут и 25 секунд сцена закрылась. А как насчет тебя? Выглядит хорошо. Проверь оружие, инициируй ускоритель. У тебя есть водяной клапан. Открой водяной клапан третьей ступени, и тестовая модель лунного модуля космического корабля отвалилась. Ракета-носитель выполнила свою работу. После отделения от третьей ступени была запущена двигательная установка космического корабля, чтобы поднять Апогей до 11,232 миль. Космический корабль был ориентирован так, чтобы его тепловой экран был затенен от Солнца, выдерживая температуру от 150 до 200 градусов ниже нуля. Когда Аполлон-4 поднимался, камера, направленная в иллюминатор космического корабля, сфотографировала часть того, что будущий пилот команды Аполлон увидит на нашей планете. Аполлон-4 достиг высоты 11,232 миль над Индийским океаном в 5 часов 46 минут 48 секунд после старта и начал спуск на Землю. Второй рожок служебной двигательной установки придал космическому кораблю импульс для вхождения в атмосферу Земли со скоростью 25 миль в час, имитируя возвращение с Луны. Это было самое суровое испытание теплозащитного экрана, барьера толщиной менее трех дюймов, который защищает космический корабль и экипаж от 5-градусной температуры при входе в атмосферу. Командный модуль, который должен был содержать летный экипаж в пилотируемом полете, был отделен, а затем ориентирован теплозащитным экраном вперед. Примерно в 8 часов 40 минут после старта Аполлон-4 снова вошел в атмосферу Земли. Температура на теплозащитном экране, толщина которого составляла менее трех дюймов, вскоре достигла 5 градусов по Фаренгейту. Это было на 1000 градусов горячее, чем ковш самолета на стартовой площадке, когда стартовал Аполлон-4. Но температура внутри командного модуля никогда не превышала 70 градусов. Через 8 часов и 36 минут после старта из космического центра Кеннеди космический корабль Аполлон приземлился в Тихом океане, в пределах видимости своего спасательного корабля. Авианосца Беннингтон. Анализ данных показал, что на самом деле он вошел несколько быстрее, чем первоначально предполагалось, и тепловой экран более чем выдержал это напряженное испытание. В то время как температура на его поверхности превышала 5 градусов по Фаренгейту, внутренняя часть космического корабля никогда не поднималась выше 70 градусов. Полет четвертого Аполлона – это успешное начало. Одной из возможных проблемных областей на Аполлоне-4 была вибрация Сатурна-Ви на этапе запуска. Аналогичная проблема в программе Gemini с ракетой Титан вызывала много беспокойства, пока не были внесены технические изменения. Характер вибрации Сатурна-Ви, определенный в результате послеполетного анализа, был запрограммирован в управляемый компьютером испытательный аппарат. Цель состоит в том, чтобы посмотреть, сможет ли астронавт нормально функционировать в этот период стресса. Подопытный Гордон Купер. 4,5 года. Я не заметил никаких движений иглы на колпачке иглы. Теперь я был действительно хорош. У нас есть голос по этому поводу. Хорошо, и так, мальчики. Я не заметил никаких движений иглы, никаких движений иглы, и я смог хорошо видеть все названия. Результаты. Человек может управлять транспортным средством во время периода вибрации. Здесь нет никаких проблем, все цели достигнуты. Аполлон-4, первый полет американской лунной ракеты, был безоговорочным успехом. Второй, Аполлон-Сатурн-5, проходил заключительную фазу наземных проверок, готовясь к запуску 4 апреля 1968 года. Согласно планам, этот второй полет для транспортного средства будет в значительной степени дублировать первый. И главной целью является получение большого объема дополнительных данных о летных характеристиках, что является необходимым шагом в оценке готовности Аполлоу Саттерн-Ви к пилотируемым полетам. Команда управления полетом на Земле будет усердно работать в течение двух витков, проверяя третью ступень, космический корабль и все системы на борту всех транспортных средств. В первый раз будет задействована полностью удаленная сеть наземных станций, как для связи с космическим кораблем, так и для передачи команд из Центра управления полетами в Хьюстоне программисту на борту космического корабля, который заменяет экипаж в этом полете. Ближе к концу второго оборота, когда все проверки будут удовлетворительно завершены, будет дана команда на второй запуск двигателя третьей ступени. Двигатель включится и запустит этап к запланированному апогею или высшей точке, близкой к 279 милям от поверхности Земли. После завершения горения третья ступень развернется на 180 градусов и от нее отделятся командные и служебные модули, а затем замедлится, запустив служебный двигательный двигатель в обратном направлении. Высшая точка, достигнутая космическим кораблем, составит около 12 миль. Третья стадия будет продолжаться в одиночку в глубоком космосе. Ближе к концу миссии включается служебный двигательный двигатель, чтобы разогнать космический корабль до скорости, которая подвергает командный модуль воздействию возвращаемых Луной тепловых нагрузок, когда он врезается в атмосферу Земли. Миссия, которая была второй для Apollo Saturn V, была запущена из космического центра Кеннеди 4 апреля 1968 года. Т-1514, 1312, 1119. У нас есть последовательность зажигания, начинай. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. У нас есть обязательства. Мы смотрели вверх, смотрели вдаль. В 7 утра по восточному стандартному времени, 5 секунд полета. Мы хорошо выглядим. Мы очистили башню. У нас есть башня, Хьюстонский центр берет управление на себя. Началась программа Pitch and Roll. Наша машина сейчас движется по осмоту курсом 72 градуса. Все пять двигателей F1 работают. Хорошо выглядящий губернатор Greenlight в это время с безопасного расстояния. Программа броска теперь завершена. Профиль подачи все еще продолжается. 40 секунд. Отметь 45 секунд. Наша машина далеко за пределами пляжа, теперь находится в точке столкновения, двигаясь хорошо над водой, как и хотелось бы. Отметка 56 секунд. Давление в нашей кабине спадает. Сейчас спускаюсь с площадки. 16 фунтов на квадратный дюйм. Хорошо выглядишь. Марк, 1 минута, 10 минут, 10 секунд. Разгоняешься до максимума без динамического давления на автомобиль. Все еще хорошо выглядишь. Отметка, 1 минута, 25 секунд. Я прошел через MaxQ и сейчас все еще хорошо выгляжу. Высота 10 морских миль, выходим за пределы земной атмосферы. Мы уже в пути. Отметь 1 минуту, 45 секунд, 14 морских миль на высоте или 12 морских миль. Снизь нашу скорость на данный момент 4600 футов в секунду и ускоряйся до отметки в 2 минуты. Директор полета Клифф Чарльсворт сейчас опрашивает членов своей команды управления полетом относительно нашего статуса для постановки, и мы готовы. Центральный двигатель заглох. Наши четыре подвесных мотора заглохли. Инженер ракеты-носителя сообщает о возгорании на нашей второй ступени. Наша первая стадия скоро отпадет. Теперь дневная работа снова сделана. Величайшие усилия в тяжелой атлетике за всю историю. Отметь 2 минуты 50 секунд, 48 морских миль, высота 70 морских миль вниз по течению. Наш Интерстаджа делил это важнейшее событие временной шкалы точно по расписанию. Был недопустимо высокий уровень вибраций вверх и вниз или колебаний по всей длине транспортного средства. Это произошло в конце первой стадии, когда несколько квадратных футов материала отделились от структурного кожуха, окружающего лунный модуль. Два из пяти двигателей J-2 второй ступени заглохли досрочно, а один двигатель J-2 третьей ступени не удалось перезапустить для запланированного второго горения. Тем не менее, все расставания были нормальными. Другие системы функционировали должным образом как для ракеты-носителя, так и для космического корабля. Некоторые из самых ценных фотографий для программы исследования ресурсов Земли были сделаны во время второй орбиты камерой, направленной в окно командного модуля. После десяти часов в космосе командный модуль был протаранен обратно в атмосферу Земли, имитируя возвращение на Луну. Еще одна веха в подготовке к полетам на Луну. Наконец-то в Тихом океане командный модуль был восстановлен в отличном состоянии. На протяжении всей миссии лётный экипаж был бы в безопасности, несмотря на аномальные условия. Сразу же внимание переключилось на расследование и решение проблем. Во время беспилотного полета Сатурна V-Apollon 6 возникло несколько технических проблем. Двумя основными проблемами были чрезмерные вертикальные колебания или эффект ПОГа, которые произошли во время полета первой ступени, и отделение нескольких кусков материала от области адаптера лунного модуля, что, по-видимому, было вызвано сильными колебаниями. После обширного сокращения данных и изучения персоналом НАСА и подрядчика, было выбрано одно из нескольких возможных решений проблемы ПОГа. Решение состоит в добавлении гелия в существующую полость, в предклапанах жидкого кислорода двигательной установки первой ступени. Это образует амортизатор, который изменяет естественные колебания двигательной установки примерно до двух циклов в секунду. Всесторонние статические испытания одного двигателя F-1 были проведены как в Центре Маршала, так и в Центре летных исследований Эдвардса, Калифорния, чтобы получить данные для проверки правильности этого решения. Инженерный анализ тестовых данных показал, что исправление было полностью эффективным. В начале августа было проведено окончательное и полномасштабное испытание решения ПОГа на испытательном полигоне в Миссисипи, первый этап, где шестая ракета Saturn V была оснащена аккумуляторами и работала в течение всего времени. Анализ данных о стрельбе показал, что проблема ПОГа решена. Уровни колебаний для предстоящего полета Аполлона-8 не превысят уровни первого беспилотного Saturn V, который совершил идеальный полет в ноябре прошлого года. Исправление уже применено к первой ступени Аполлона-8, первой пилотируемой миссии Saturn V. Все остальные первые ступени Saturn V в настоящее время модифицируются. Субтитры создавал DimaTorzok